Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Давай. Номер четвертый. Четвертый ролик. Евангелие от Луки, 2 глава, 36 по 40 стих. Тут была та же Анна Пророчица, дочь Фануилова, от Калина Осирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от детства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратилась Галилея в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем. Толкование блаженного фифилакта. Евангелист останавливается на повествовании об Анне. Перечисляет ее Отца и Колено, чтобы мы знали, что Он говорит истину, так как Он приглашает кабы многих свидетелей, знающих Отца и Колено. Она вместе с другими славила Господа, то есть благодарила Его, и всем передавала о Господе, что Он есть Спаситель, и утешение нас, ожидающих искупления. По исполнению всего они возвратились в Галилею, в город свой Назарет. В Вифрием был та же и город, но как отчизна, а Назарет как место жительства. Иисус возрастал по телу. Хотя Он мог бы от самой утробы достигнуть в меру мужеского возраста, но тогда мог бы показаться призраком. Поэтому Он растет мало по малу. С возрастом проявлялась премудрость Бога Слова, ибо Он был мудр не по успеху в учении. Прочь такая мысль. Поскольку же Он прирожденную премудрость открывал мало по малу, то говорится, что Он преуспевал и укреплялся духом сообразно с возрастом телесным. Ибо если бы Он явил всю мудрость в самом первом своем возрасте, то показался бы чудовищным. А теперь, обнаруживая самого себя, сколько можно, в соответствии с возрастом, Он исполнял домостроительство, не приемля мудрости. Ибо что было бы совершенное, совершенного изначало? Однако ж, Он присущую мудрость обнаружит мало по малу. Луки 2 глава 41 по 50 стих. Каждый год родители уходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда Он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матерь Его, но думали, что Он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и знакомыми, и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие Его, удивились разуму и ответам Его. И, увидев Его, удивились, и матерь Его сказала Ему, «Чада, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорби искали тебя». Он сказал им, «Зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» Но они не поняли сказанных им слов. Толкование. Иисус вместе с родителями ходит в Иерусалим, чтобы во всем показать, что Он ни Богу не противится, ни требований закона не сопротивляется. Когда они исполнили дни, то есть семь дней Пасхи, Он остался в Иерусалиме. Рассуждал с книжниками, давая им вопросы от закона. И все дивились. Видишь ли, как Он успевал в мудрости, так что для многих был предметом любознательности и удивления. Ибо обнаружение мудрости Его есть самоуспех. Богоматерь называет Иосифа Отцом, хотя и знал, что Он не есть Отец. Без сомнения, она именует Иосифа Отцом его ради иудеев, чтобы они не возымели какой-либо нечистой мысли касательно Его рождения. Уже ли предполагали, что Он, как дитя, потерялся или заблудился? Проча такая мысль. Ибо она не могла прийти ни при мудрой Марии, получившей бесчисленные о Нем откровения, ни Иосифу, которому Саму было открыто, что Он от Духа Святого. Но они искали Его за тем, чтобы Он как-нибудь не отстал от них, чтобы как-нибудь не оставил их. А когда нашли Его, смотри, как Он отвечает им. Так как Дева назвала Иосифа Отцом его, то Он говорит, «Не Он, Иосиф, Мой истинный Отец, хотя Я был в Его доме, но Бог – Мой Отец, и потом Я в Его доме, то есть в храме Его». Но они не поняли, что Он сказал им, ибо это была тайна. Луки 2, глава, с 51 по 52 стих. «И Он пошел с ними и пришел в Назарет, и был повиновен у них. И Матерь Его сохраняла все слова сей в сердце своем. И Иисус же преуспевал при мудрости и возрасте и любви у Бога и человеков». Толкование. «И Иисус повиновался родителям, давая нам образец, чтобы мы поминовались своим родителям. Дева соблюдала все это, ибо дела и слова отрока были божественны и являли в нем не двенадцатилетнего отрока, но человека совершенно зрелого». «Для объяснения того, что значит преуспевать при мудрости, евангелист провосокупляет и в возрасте, ибо преуспевание в возрасте называет успехом в премудрости и в любви у Бога и у человеков, то есть творил угодный Богу и достохвальный от людей, но прежде был приятен перед Богом, а потом перед людьми, ибо прежде нужно угождать Богу, а потом людям». Луки, 3 глава, с 1 по 3 стих. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал иудеев, Ирод был чертововластником Галилеи, Филипп, брат его, чертововластником Итуреи, Итраханицкой области, Алисани, чертововластником Уавелинея, при священнике Анне Каяфе, был глагол Божий к Яну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещения покаяния для прощения грехов. Толкование. Справедливо упомянуто о времени и о властителях, чтобы показать, что при Христе прекратилось преемство начальников иудейских. Поскольку егеменом был Пилат, человек из другого народа, чертововластники, сыновья Ирода, оскоренитянина, и чтобы потому заверно было принято, что пришел Христос по пророчеству Яковлеву. Бытие 49.10. Под глаголом «разумей или Духа Святого, или повеление Божие». Он проповедовал людям крещение покаяния, то есть исповеди. А это крещение содействовало им к оставлению грехов, даруемое ему через крещение Христово. Ибо крещение Янова не имело оставления грехов, но вело к оставлению, то есть приготовляло людей к принятию Христового крещения, имеющего оставление грехов. Луки 3 глава 4 по 6 стих. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорил, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь к Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божия». Толкование. Путь, который повелевает уготовить, есть образ жизни и получения Христову, «Ибо Господь скоро имел проповедовать стези, суть заповедей закона, как бы уже истертые, повелевается делать их прямыми, потому что фарисеи возвращали заповеди, ибо долины наполнятся, то есть естественные наши силы, ослабевшие для добра и пришедшие в низкое состояние, восполнятся. Всякая гора и холм, то есть противные силы и пожелания, кажущиеся нам вложенными с природой, поистине ослабели, и все сделалось ровным, кривое применилось напрямое. Ибо Христос упразднил противные силы, которые здесь называются горами и холмами. И оживил природное наше побуждение к добру, которое Евангелист назвал наполняемым долинами. Ибо Он для того и воплотился, чтобы восстановить нашу природу в собственный вид. Евангелие пронесено по всей земле». Луки 3, глава 7 по 9 стих. Иоанн, приходившему креститься от Него народу, говорил, «Порождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить себе, «Отец у нас Авраам!» Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвинуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерева лежит. Всяк одея, не приносящая доброго плода, срубает и бросает в огонь». Толкование. Иудеев называют по рождению ехиднинами, потому что они оскорбляли своих отцов и матерей, ибо это животное, говорят, проедает утробу матери и таким образом рождается. Притом они убивали пророков и учителей. Будущим гневом называют вечное наказание. «Достойные плоды покаяния составляют не только удаление зла, но и упражнение в добре. Ибо совершение добра есть поистинный плод и порождение покаяния. Не начинайте говорить в себе, что вы хорошего рода, и надеясь на отцов, не оставляйте добродетели. Утроба с Сарой, хотя была тверже камней, однако же получила благодать деторождения. Секира, то есть божественный суд исторгающий недостойных из среды живых. Если, говорит, не покаетесь, будете лишены жизни. Секира лежит при корне ваших деревьев. Под корнем, разумеется, жизнь, как мы сказали. Но под корнем можно, разумеется, родство с Авраамом. От этого родства с Авраамом по апостолу Римлянам 11 глава 19 по 21 стих «Отсекаются те, кои недостойны быть его ветвями». Наказание двоякое, ибо грешный и бесплодный не только отсекаются от сродства с праведными, но и в огонь вергается. Луки 3 глава 10 по 18 стих «И спрашивал народ, что же нам делать?» Он сказал им в ответ «У кого две одежды, то дай неимущему, у кого есть пища, делай тоже». Пришли и мытарик креститься, и сказали ему «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины «А нам что делать?» И сказал им «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйте своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих объяний, не Христос ли он?» Иоанн всем отвечал «Я крещу вас водою, но идет сильнейший в меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Лопата его в руки его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу, житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Многое другое благорестовал он народу, получая его. Толкование «Простой класс народа он убеждает быть усердным к милостыне, повелевая, чтобы имеющий две одежды уделял неимеющему. Мытарий убеждает не взыскивать, то есть не требовать ничего лишнего. Воинов убеждает не похищать, но довольствоваться оброками, то есть жалованием, какое обыкновенно дается от царя. Смотри, как Иоанн, простой класс народа, как незлобивых, убеждает делать нечто доброе, то есть уделять другим, а мытарей и воинов удерживаться от зла. Ибо сие не были еще способны, не могли совершать что-нибудь доброе, а им достаточно было не делать зла. Добродетель Яна была столь высока, что все помышляли о нем, не он ли сам и Христос. Отвращая такое мнение, он говорит, различие между мной и Христом, во-первых, то, что я крещу водой, а он духом и огнем, а другое, то, что я не достоин даже развязать ремень обуви его. Что значит слова «крестить вас духом святым и огнем»? Совершенно ясно, ибо он послал апостолов духа, и над ними явились разделенные огненные языки. Деяние 2 глава 34 стих. А слова «недостоин развязать ремень обуви» очевидно означают то, что я недостоин поставить себя даже и в последние рабы его. И в более сокровенном смысле обувь обоих ног Господа суть явлений его с неба на землю и шешествия с земли в ад. Способы этих двух явлений никто не может разрешить, хотя бы подобен был даже Иоанну. Ибо кто может сказать, как воплотился Господь или как сошел в ад? Слова «лопата его в руке его» означает то, что хотя он и крестит вас, вы не думайте, что вы уже безнаказаны, но если вы в последующей за этой жизни не сохраните себя беспорочными, то он поджжет вас огнем неугасимым. Плевиал есть тот, кто имеет бесплодный ум и прилагает большую заботу только о предметах житейских. Многое другое благоствовал он народу, получая его. Ибо доброе учение есть поистине утешение и справедливо называется благовестием. Евангелие. Комментарий Игнатия Лапкина. Если Евангелие известна православным прихожанам как книга, которая с великим почтением и благовением вносится из алтаря, держа ее выше головы, как книга, лежащая на аналое, закрытая и застегнута на застежки, книга, крышку которой можно поцеловать, то слово «благовестие», то есть слово «евангелие», переведенное на русский язык, совершенно неизвестно. Но слово «благовестие» имеет более расширенный смысл. Благовестие означает не просто наличие этой вести в книге, но распространение этой вести, вещание ее, проповедь Евангелия. Самое доброе учение, какое когда-либо существовало на земле, есть весть о рождении ребенка, о исцелении от неизлечимых болезней, воскрешении из мертвых, победа над страшным и грозным противником. В идеале это выражается в слове о победе Христа над дьяволом, над смертью, в даре прощения грехов, что Христос умер за наши грехи и дарует нам вечную жизнь. Ибо доброе учение есть поистине утешение и справедливо называется «благовестие» Евангелия. Когда человеческое сердце, тронутое Духом Святым, принимает евангельское семя благовестие и веруя оплодотворяется, душа получает неземное утешение в земных скорбях, в этой ее доле печали. Там, где нет проповеди Евангелия, знойная пустыня, заросшая терновником. Это характеристика тех, кто не родился свыше от живой проповеди Евангелия. Третья ездра, 16 глава, 78 стих. Горе тем, которые связаны грехами своими и покрыты беззакониями своими. Это поле, которое заросло кустарником и через которое путь покрыт терном, так что человеку проходить не может. Оно оставляется и обрекается огню на истребление. Богослужения и таинства, дарованные Богом для возрожденных через благовестие, сегодня считаются крайне необходимым для неверующих и будто бы могут их оживить, стать утешением и наставлением. Блаженный фифилакт опровергает это заблуждение, укоренившееся сегодня в православных церквях. Ни богослужения, ни исповедь и причастие, но проповедь Евангелия, благовестие есть поистине утешение. Для погибающих в безбожном мире. Луки 3 глава 19 по 22 стих. Ирод же, цветовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глаз неба, глаголющий. Ты, сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение. Толкование. Евангелист к месту вставил здесь слово об Иродиаде. Он как бы так говорит. Хотя народ весьма высоко думал об Иоанне, но Ирод, обличаемый от него, ко всем злодеяниям своим, прибавил и то, что заключило его в темницу, повествуя как бы с глубокой скорбью и сильной жалостью о том, что Ирод так неправо поступил с Иоанном, тогда, как народ имел о нем высокое понятие, отверзлось небо, для того, чтобы нам показать, что крещение всем отворяет небо, запертое Адаму. Дух Святой не шел на Иисуса, чтобы мы познали из всего, что и на нас, когда крещаемся, приходит Дух. Ибо Господь не имел нужды в Духе, но все творит ради нас, и Сам бывает первенцем во всем. Колосиным 1.18 Чтобы мы имели принять впоследствии, чтобы быть перевородным во многих братьях. Как голубь, чтобы мы научились, что нам нужно быть кроткими и чистыми. И как при Ное голубь изображал успокоение гнева Божия, так и здесь Дух Святой, потопив грех, примирил нас с Богом. И Сын слышит глаз от Отца произнесенный, чтобы показать, что и нам, крещаемым, Он даровал Сына положение. В Тебе Мое благоволение, в Тебе Я успокоился. Луки 3 глава с 23 по 38 стих. И Иисус, начиная Своё служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосифов, Ильев, Матфатов, Левин, Мелхиев, Янандаев, Иосифов, Матафеев, Амос, Наумов, Ислимов, Нагеев, Муафов, Матафеев, Семеев, Иосифов, Иудин, Янананов, Рисаев, Зарававилев, Салафилиев, Нереев, Мелхиев, Аддиев, Касамов, Илмандамов, Иров, Иосиф, Сиев, Иллиязеров, Иоримов, Матфатов, Левиин, Семеонов, Иудин, Иосифов, Иоананов, Илеакимов, Милааев, Маинанов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иесеев, Авидов, Воозов, Салмонов, Наасанов, Аминадавов, Арамов, Исромов, Форесов, Иудин, Яковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Терухов, Рогавов, Фалеков, Ивьеров, Сарин, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ломехов, Самусалов, Инохов, Иордеовов, Малилиилов, Каинанов, Иносов, Сифов, Адамов, Божий. Толкование. Господь крестился, имея 30 лет, потому что его возраст есть совершеннейший, и в нем человек оказывается почтенным или негодным. Рука представляет родословие Господа в порядке обратном, сравнительно с евангелистом Матфеем, чтобы показать, что родивши ныне по плоти есть от Бога. Ибо смотри, как родословие восходит от Бога, и вместе, чтобы мы знали, что он воплотился для того, чтобы всех подсредствующих отцов возвести к Богу и сделать сынами. Некоторые спрашивают, как Матфей называет Иосифа сыном Яковлевым, а Лука – Ильеевым. Ибо невозможно, говорят, одному и тому же быть сыном двух отцов. На это отвечают, что Яков и Илье были единоутробные братья, но от разных отцов, что по смерти Илья жену его взял Яков, чтобы восстановить от нее детей. И что поэтому Иосиф называется сыном Яковлевым по природе, а Ильеевым по закону. Ибо Яков действительно родил его по природе, и он был родной сын его, а сыном Ильеевым он был только по закону. Ибо закон повелевал, чтобы жена умершего бездетно сочетовалась с его братом, и чтобы родившееся от всего союза считалось детей умершего. Детятию умершего. Второзаконие, 25 глава, 5-6 стих. Хотя по природе оно было от живого. Поэтому евангелисты говорят верно и не противоречат друг другу. Луки, 4 глава, 1-12 стих. И Иисус исполнил на Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там сорок дней он был искушаем от дьявола, и ничего не ел в эти дни, а по прошествию их напоследок залкал. И сказал ему дьявол, «Если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». И Иисус сказал ему в ответ, «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной в мгновение времени. И сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми силами царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». И Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана!» «Написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, «Если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелам своим заповедуют о тебе, сохранить тебя, на руках понесут тебя, да не притнесшая камень ногою твоею». И Иисус сказал ему в ответ, «Сказано, не искушай Господа Бога твоего». Толкование. Господь крестился для того, чтобы освятить воды для нас, имеющие вкусить благодати. После крещения поведен был духом в пустыню, ибо дух святой вводил его в борьбу против дьявола. Уходит в пустыню за тем, чтобы дать дьяволу повод к нападению на себя, ибо он приступает к нам особенно тогда, когда мы уединились. Простится сорок дней, и не превышает меры поста Моисеева и Леина, чтобы тем не подать сатане мысль, что он больше их, но чтобы он приступил к нему, думая, что и он человек, а вместе для того, чтобы не показаться воплочившимся только призрачным. Искушается после крещения, чтобы нам показать, что после крещения нас встретят в искушении. Постится потому, что пост есть великое оружие в искушении, и потому, что после крещения нам должно предаваться не чувственным наслаждениям, а посту. Враг нападает на него сначала при священии, как и на Адама, Бытие 3 глава, потом любостяжание, показав ему все царства. Как показал? Некоторые говорят, что представил ему их мысли, но я думаю, что не мысли, а чувственно показал ему их, подставив предачи очи в призраке, а не воображение Господа. Далее нападает на него в тщеславие, ибо говорит, если ты сын Божий, бросься вниз. Пустословил это, лаская его, чтобы он, обманувшись, лестью и желая показать себя своим сыном Божиим, бросился вниз и таким образом открылся перед ним. Кто он? Но смотри, как Господь поражает его Писанием. Не искушай, говорит Господу Бога твоего, ибо никто не должен подвергать себя очевидной опасности в самообольщении, что Бог ему поможет. Заметьте то, что знать Писание весьма полезно, ибо и Господь поразил Сатану Писаниями. Не хлебом одним будет жить человек. Это Моисеево изречение о манне, второзаконие 8.3, ибо хотя манна была не хлеб, однако ж питала народ. Равным образом, Моисеево изречение Исии, Господу Богу твоему поклоняйся и не искушай, второзаконие 6.13, 16 стих. Комментарий Игнатия Лапкина. Подчеркнутые выше места истолкования блаженности филакта должны быть главным вопросом на экзамене при приеме в духовную семинарию и другие духовные заведения. Знание Писания или незнание его вот что определяет доступ к должности священника. Вся книга Псалтель переполнена этими призывами о любви к Богу и Слову Его. Геннадий Патриарх Константинопольский рукополагал в диаконах только тех, кто знал наизусть Псалтырь. Может ли быть инспектором на дорогах тот, кто не знает правила движения? Как может быть пастырем тот, кто не знает, как накормиться овец, чтобы они были сыты, здравы и плодливы? Может ли быть преподавателем красноречия или музыки глухонемой? Если это невозможно представить, то почему же столько пастырей, не знающих Писания и не стремящихся к этому, и не проповедующих? Как может излечить врач, не знающий врачебное искусство и на практике не исследовавший строение человека и действие препаратов? Церковь Божия называется лечебницей, потому, что там звучит Слово Божие. Таинство крещения и пречащения ничего не учат, а только даруют жизнь уже наученным. Не случайно церковные каноны запрещают до 30-летнего возраста рукополагать в пресвитера. 14-15 правила 6-го Сыринского собора. Правила святых и богоносных отцов наших да соблюдаются и всем, дабы во пресвитера прежде 30 лет не рукополагать, если бы человек весьма достоин был, но отлагать до уреченных лет. Ибо Господь Иисус Христос в 30-е лето крестился и начал учить. Подобно и диакон прежде 25 лет, и деканиса прежде 40 лет да не поставляется, и подиакон да поставляется не прежде 20 лет возраста. Если же кто в какую бы то не было священную степень поставлен будет прежде определенных лет, да будет извержен, чтобы он не только успел изучить Библию, но и имел хороший опыт работы с людьми. Ну все, уходим. До свидания, кто слушал.